Ряд вопросов, одобренных комиссией по бюджету и комиссией по строительству, было вынесено на Совет депутатов. Первый вопрос о бюджете городского поселения видны и плановый период на 2015-2016 годы, где речь шла о вторых поправках к бюджету на 2015. В прошлом году были получены дополнительные доходы в результате мобилизации налоговых и неналоговых поступлений, в частности налога на имущество физических лиц, земельного налога и арендной платы за земельные участки. Всего предлагалось распределить средства из переходящего остатка на сумму 67 миллионов рублей. 730 тысяч рублей – это выплата заработной платы работникам отдела первичного воинского учета ввиду отсутствия финансирования с федерального бюджета в первом квартале. 25 миллионов 708 тысяч – долевое участие в софинансировании работ капитальному ремонту дворовых территорий на квартирных домах. Это государственная программа Московской области, в которой мы участвуем. 27 домов, которые оплатывают 21 дворовую территорию. 18 миллионов рублей – ремонт асфальтового покрытия дороги от Белокаменного шоссе на участке от Каширского шоссе до Крама Успения Пресвятой Богородицы. Также были распределены средства на устройство парковочных карманов на улице Советская, на разработку проекта реконструкции кругового движения возле пожарного депо, ремонт асфальтового покрытия возле здания городской бани. В Видновский троллейбусный парк приобретено 20 единиц оборудования для функционирования системы безналичной оплаты проезда, которая будет установлена в городских троллейбусах в соответствии с новыми требованиями, установленными правительством Московской области. Решение Совета депутатов от 13 ноября 2014 года о бюджете муниципального образования было принято единогласно. Далее были рассмотрены вопросы о приеме в муниципальную собственность поселения объектов имущества, о внесении изменений в решения Совета депутатов, об утверждении перечней категории граждан, постоянно проживающих на территории городского поселения Видное, и размерах выплат по плану социальной поддержки населения, а также вопрос о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования. Также на повестке дня стояли и другие вопросы, но из-за отсутствия необходимого количества депутатов для их принятия, они на заседании не рассматривались.